Мы сейчас находимся на озере Селигер, в лагере, где проходит международный молодежный форум Селигер-2012. И одна из больших групп, которые получают здесь новые знания, знакомятся друг с другом, получают информацию от людей, уже достигших что-то в этом направлении. Инфопоток называется, а подразделения это люди, которые начинающие блогеры. И к ним приехал в гости со своей лекцией Георгий Рожко. И вот такой интересный момент, что сейчас такое бытует мнение, что интернет это в общем-то стало в отчинной позиции. И где происходят все эти лозунги, появляются приглашения на митинги позиций. Интересно, что наш собеседник Георгий находится по другую сторону. Он представляет партию власти в своем блоге, если так можно сказать. Я и в ней работаю. И работает в этой партии, работал, как я понимаю, в молодой гвардии. Да, и в ней тоже, кстати. Вот. Поэтому нам было интересно вот мнение, как он пришел в социальные сети, что для него в социальные сети в личной жизни, в политике, в работе, в бизнесе и так далее. И какие-то перспективы, чтобы он поделил свое мнение. Ну, в общем, началось с того, что я блог завел чисто для себя. То есть я в нем незначально писал о себе, о каких-то событиях из личной жизни, то, что видел, то, что слышал. Позже это переросло в некие обзоры политических событий. И со временем, когда я вступил в партию в Единая Россия и в молодой гвардии Единая Россия, начало писать и о них тоже. И да, я согласен. Оппозиция сейчас лидирует в информационном поле. То есть их там действительно много и они довольно просто свои какие-то там информационные поводы в топ выводят своим видением событий. Ну, мы будем стараться как некий баланс создать, то есть выровнять ситуацию, чтобы были в интернете представлены не только мнения оппозиции, да. Чтобы и с другой стороны было тоже мнение представлено. И можно было слышать и оппозицию, и Единая Россия, и уже из них убирать то, что ближе. А не только вот эти лопли оппозиции и их наимет. Вот так вот. А скажите, вот интернет, твиттер, фейсбук вошли в нашу жизнь уже у многих людей и так далее. У вас какая-то есть часть жизни, личная часть жизни, которую вы общаетесь в твиттере, общаетесь, что вам дает? В твиттере, да, общаюсь с людьми действительно. То есть не только какие-то информационные твиты, не только политические. Там я могу о себе написать, могу пообщаться просто с друзьями. То есть это такое смешание. То есть и политика там, и личная. А вы кто по образованию? Я пока студент, учусь на ТУСЕ, 5-й курс. А в расшифровке как это звучит? В Московском техническом университете связи и информатики. И вот скажите, вам трудно, потому что вот ваш блог мы внимательно посмотрели, это уже своеобразное средство массовой информации превращается, вроде как интернет-журнал или газеты и так далее. Вам, как представителю технических профессий, не сложно это вести? Ну, поначалу было сложно, да, потому что политикой я не занимался ранее. То есть политически я был неграмотным. И вот блог, он помог тем, что я начал развиваться в этом направлении. И в том числе и грамматику начал развиваться в этом тоже. То есть начал качественно писать статьи, то есть без ошибок. Это тоже плюс. Просто он начал писать. А вот скажите, Георгий, в прошлые годы, вот лет 5 назад, лагерь был, он сугубо такой... Машистский. Да, партийный такой. Ну, молодых, как говорится, людей, которые поддерживают по правительству и президента и так далее. Сейчас это стал лагерь выдающейся молодежи, которая что-то достигла и так далее. И тем более, насколько я понимаю, при отборе не спрашивают партийную принадлежность. И многие люди здесь разделяют мнение не ваше и поддерживают другие парни. Да, уже заметил. Вот. Сложнее вам стало сейчас встречаться с ними, вести и так далее. Когда вы видите ваших антиподов? Да нет, нормально, кстати. Совершенно нормально. Политические взгляды, они, по идее, не должны мешать общению какому-то там. Просто обмен информацией, он ничего, ну, эмоций никаких там не должен называть. А вот из таких блогов, твиттерян, которые находятся по другую сторону, какие проекты вам нравятся? Может, каких-то авторов назовете? Навальный, он интересный у него проект был, конечно, который раньше он занимался. Борьба от коррупции, да, она была актуальна, но он уже уходит от этого всего. То есть, коррупция, это уже не его дело. И я думаю, вот, нужно занять эту нишу. И, в принципе, мы, товарищи, сделали в эту сторону шаг. Мы, вот, создали организацию, общественную организацию. Народный контроль госзаказа, который будет заниматься коррупцией в сфере госзакупок, госзаказа. То есть, и он будет, фишка его в том, что он не для человека определен, то есть, не для того, чтобы пиарить кого-то, да, а для граждан, то есть, ну, им для них создан. То есть, вот так вот. Понятно. И вот, скажите, все-таки, вот, при будучи каких-то политических баталий, выборных и так далее, технологии будут, вот именно благосферы совершаться, будет что-то новое придумываться и так далее? Есть ли какое-то воспредвидение этого? Да, будет, будет и вторая волна, как сказать, новых читателей, подписчиков, потому что интернет развивается по стране. То есть, интернет начинает появляться в маленьких городах, селах, даже, ну, деревнях. И там тоже начинают интересоваться блогами, твиттерами. И они могут что-то новенькое преподнести, это раз, и аудиторию создать. А вот вы по своим подписчикам замечаете, что у вас не только теперь москвичи, петербуржцы, там, екатеринбуржцы, а уже какие-то люди из маленьких городов, из глубинки стали читать. Да, есть такие вот люди, с Урала есть. Ну, их взгляд какой-то свежестью отличается, все-таки, если петербурж уже лет 20 в интернете, а приходят новые люди, которые для интернета вообще новинка. Ну, для них больше интересно не политики даже, вот, почитать, а о жизни в других городах, как вот это все происходит. Такой личный вот им интерес. То есть, петолуха личная, вот это им больше интересно. И еще такой вопрос, может, тогда назовете свои аккаунты, вдруг кто после этого интервью захочет заглянуть к вам на огонек. В ЖЖ это roshko.lojom.com, в Твиттере это roshko.er, в ВКонтакте тоже roshko.er, в ФСБКе roshko.er, это слитно. Рожко пишется slash r-o-z-h-k-o Ну, большое спасибо, желаем тебе успехов в учебе, в политической деятельности, в развитии благотства его, и, как говорится, наш традиционное слово, блог в помощь. Продолжение следует...